Здравствуйте! Мы продолжаем цикл лекций, предназначенных для библейского интернет-портала экзегет.ру. Темой сегодняшнего нашего рассмотрения является одна из очень знаменитых, очень популярных фраз святого апостола Павла, которые он сказал в послании к римлянам. Речь идет о первой главе, девятнадцатом стихе. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Вот эта фраза вдохновляла очень многих богословов, религиозных философов и ученых. У этой фразы есть очень серьезные и сильные последствия, которые даже и мы с вами сейчас ощущаем в очень серьезной степени, но об этом немножко позже. Прежде всего, в этой фразе говорится следующее. О Боге мы можем узнать, созерцая мир, созерцая окружающую нас природу, созерцая внутренний наш мир. То есть это то, что получило впоследствии название «доказательств бытия Бога». Конечно, кто-то скажет, но как можно доказывать бытие того, кто является творцом нашего мира, кто превосходит какие-то степени познания, как можно знать то, что невидимо, как можно знать то, тем более доказать, существование того, чье бытие определяется только верой, как у того же апостола Павла в послании к евреям, правда, уже говорится, что бытие Бога удостоверяется верой. Но не только верой, как мы видим. Можно узнать о существовании Бога по наблюдению за окружающей нас действительностью. Прежде всего, надо понять, в чём же различие вот этих двух понятий – мы верим в существование Бога или мы можем его бытие доказать. Конечно, когда мы говорим о доказательстве бытия Бога по наблюдениям за миром, то, разумеется, эти доказательства не являются столь убедительными, как доказательства математической теоремы. Конечно, доказать существование невидимого, абсолютно превосходящего всю природу его творения мы не можем. Но, тем не менее, предложить некоторые аргументы, удостоверяющие нас в существовании Творца мира, возможно. Именно это и говорит апостол Павел. Это не убедительные доказательства. Это не те доказательства, которые можно предложить любому человеку, как теорему математическую, скажем, теорему Пифагора или какие-нибудь другие теоремы из геометрии Эвклида. Так что человек будет вынужден согласиться с ней, как согласен он с тем, что сумма углов треугольника равняется 180 градусам и никак иначе. Нет, эти аргументы, которые мы сейчас с вами рассмотрим, для кого-то будут убедительными, для кого-то они будут неубедительными. Так что в любом случае факт свободной веры остаётся. Но эта вера не фанатична. Нельзя согласиться с теми неверующими людьми, которые говорят, что вера в Бога подобна вере в какой-нибудь круглый квадрат или в деревянное железо, или, как говорил известный философ, математик, известный атеист Бертран Рассел, вера в Бога подобна вере в существование некого фарфорового чайника, который вращается вокруг Солнца на орбите далеко за Марсом. Не проверить его существование, не опровергнуть существование этого фарфорового чайника мы не можем. Вот так же и вера в Бога, говорит Рассел. Нет, утверждает апостол Павел, и мы, соглашаясь с ним, повторяем эту мысль. Вера в Бога – это не вера в то, что квадрат круглый. Это не вера в существование объекта, которого мы не можем ни проверить, ни опровергнуть. Существование нашего, окружающего нас, да и не только окружающего, но и внутреннего нашего мира удостоверяют нас в существовании Бога. Не так убедительно, как в области математики, но всё же умного человека, человека, ищущего Бога, эти рассуждения направят на какой-то другой путь, направят его на то, что всё-таки может быть существование Бога гораздо более убедительно. Объяснение тех событий, которые мы видим в нашем мире, гораздо более логично объяснить при помощи существования Бога, а не посредством его отсутствия. И ещё одно замечание, прежде чем мы рассмотрим эти аргументы, ставшие знаменитыми, необходимо сделать. Очень часто говорят, но ведь как можно доказывать бытие Бога, когда природа его, сущность его непознаваема? Здесь, к сожалению, делается подмена понятий. Апостол Павел не говорит о том, что бытие Бога познаваемо. Он говорит о том, что можно знать о Боге. Он говорит о том, что невидимое его. Да, Бога не видел никто никогда. Да, от создания мира, через рассматривание творений видимых. То есть мы можем говорить только, что мы можем видеть, очевидно, творение, мир внутренний и внешний, и говорить о существовании Бога, а не познании его сущности. Когда мы говорим о познании сущности, то здесь мы можем опираться только на божественное откровение. Когда же мы говорим о существовании Бога, то здесь мы уже можем говорить о созерцании мира, который существует не сам по себе, оказывается, а у которого есть творец. Эти рассуждения можно условно разделить на две группы. Первая группа, наверное, самая знаменитая и самая популярная среди отцов в церкви, это группа доказательств существования бытия Бога, опирающаяся на познание окружающего нас, внешнего, материального мира. Однако с развитием религиозной философии возникает и другая логика о том, что и внутренний мир наш, самопознание, также могут сказать о существовании Бога. Ведь моя душа, мой ум, они же тоже сотворены Богом. Поэтому это тоже творение Божие. И мы также можем посредством познания самих себя прийти к выводу о существовании Бога. Ну, давайте кратко коснемся этих рассуждений. Самым простым, самым знаменитым является аргумент, который получил название «от красоты и порядка». В области богословия и религиозной философии этот аргумент получил название «телеологического». Он действительно настолько простой, настолько убедительный, что даже такой критик доказательств бытия Бога, как немецкий философ Эммануил Кант, говорил об этом аргументе с восхищением. Аргумент действительно очень простой. Впервые его употребляет еще античный философ Платон. Потом очень любили этот аргумент античные философы-стоики. А впоследствии практически нет такого отца церкви, который в явной или неявной форме к нему бы не обращался. Ну, посудите сами. Вот передо мной лежит книга. Очевидно, что эту книгу создали различные люди. Она состоит из бумаги, которую изготовили на фабрике цивилиозно-бумажной. Она переплетена, на ней напечатаны буквы, так что наборщик эти буквы составлял в удивительном порядке. Ну, конечно же, каждый понимает, что это плод творения различных людей. Ну, а посмотрим на природу, окружающую нас. Ведь порядок природы гораздо более поражает. Впервые вот этот аргумент, который я сейчас вспомнил, использовал еще древнеримский философ, оратор, адвокат Цицерон, который сказал, представьте себе, что вы изготовили в огромном количестве буквы латинского алфавита, подбросили их, они упали на землю, и вдруг получились анналы Энния, известного римского историка. Но, конечно же, упав, эти буквы породят только хаос. А анналы Энния – это плод труда замечательного умного человека. Этот же аргумент потом повторяет в XVIII веке французский философ Жан-Жак Руссо, который приводит, правда, другой пример, Ну, то же самое, что если мы возьмем типографские буквы, бросим их на удачу, так что вряд ли получится у нас Энеида Вергилия. Понятно, что и здесь это плод труда римского поэта или современных типографских работников. Этот аргумент и сейчас очень любят повторять, например, посадив несколько обезьян за пишущие машинки или за клавиатуры компьютеров. Понятно, что они своими беспорядочными ударами породят только какую-то абсолютную бессмыслицу. А прежде чем получить результат в виде какой-то книги, нужно поставить себе цель. Отсюда и название – телеологическое. То есть это означает, что порядок в природе, то есть порядок в нашем, пока что, в нашем творчестве, это всегда результат какой-то цели. Прежде чем написать книгу, создать часы, сделать какую-нибудь мебель, автомобиль, компьютер, неважно что, мастер вначале ставит себе цель. Причем цель, он понимает, какова она. При этом еще он понимает, что он эту цель может достичь. Она соразмерна с его силами. Ну, а теперь обрати внимание на окружающую нас природу. Но ведь она гораздо более упорядочена. Красота природы превосходит красоту любой человеческой картины, скульптуры, здания, храма, книги. Неужели же мы будем утверждать, что эта красота является результатом какого-то хаотичного движения каких-то элементарных частиц, атомов? Вот именно в споре с античными атомистами впервые выдвигает этот аргумент античный философ-стоик Клеанов. Если вы заходите в какой-нибудь форум или в гимнасии, пишет он, и видите во всем удивительный порядок, то вы понимаете, что у этого форума или гимнасия есть умелый и разумный управляющий. Неужели же вы, понимая все это, глядя на красоту и порядок окружающего нас мира, будете говорить, что это результат слепого хаотичного движения атомов? Нет, конечно же. Логичнее предположить, что этот мир является также результатом творения премудрого и всемогущего Бога. Премудрого, потому что порядок этого мира гораздо больше порядка творения человеческих рук, а всемогущего, потому что установить порядок в таком огромном космосе под силу только действительно всемогущему человеку. Вот точно так же рассуждают и многие отцы церкви. Особенно здесь уместно вспомнить святителя Афанасия Великого, который в слове против язычников использует этот аргумент не только для доказательства существования Творца, но и для доказательства ошибочности философов-язычников, которые говорили о существовании различных богов. Повторяя тот аргумент, который я уже сказал, о наличии красоты и порядке в мире, приводящих к существованию Бога, свидетель Афанасий продолжает это и указывает, что это же свидетельствует о том, что у мира не может быть несколько различных хозяев. Ведь каждый из богов, как это утверждает античная мифология, занимается какими-то своими делами. Он знает только свою собственную сферу деятельности. Скажем, Посейдон управляет морем, Гефест, или в римской мифологии вулкан, занимается подземным миром, Зевс мечет молнии, Аполлон движет солнцем. Но откуда тогда такое единство и моря, и солнца, и грозы, и извержения вулканов? Только мы же не будем говорить о том, что боги как-то сговорились с собой. Нет, эти боги друг от друга не зависят. Ведь мы даже знаем, что они друг другом воюют, спорят. Поэтому, видя гармонию всех явлений природы, продолжает святитель Афанасий Великий, гораздо логичнее сказать, что у мира только один хозяин и один творец. Однако, некоторые отцы церкви не очень любили прибегать к этому аргументу. Как пишет святитель Григорий Богослов, к этому аргументу всегда добавляется что-то от нас. Поясню эту мысль. Но согласимся, что понятие красоты и даже порядка весьма условно и субъективно. Кому-то кажется, что в комнате, наконец-таки достигнут идеальный порядок. Для кого-то этот идеальный порядок будет верхом беспорядка. Это субъективно. Так же и с познанием мира. Оптимист посмотрит на мир и скажет, какая красота, какая гармония. Пессимист, глядя на мир, скажет, да вы что, ну посмотрите, на грязь, на холод, на дожди, на болото, на гниение. В конце концов, на человека, который творит страшные грехи, убийства. Неужели же мы будем говорить, что премудрый, благой, всемогущий Бог сотворил мир с землетрясениями, с болотами, с гниением, с болезнями? Конечно же, нет. Если бы Бог был, говорят эти люди, то тогда в мире было бы действительно красота. А вот это несовершенство, на которое не обращает внимания оптимист, и говорит о том, что или Бог неумелый, что, разумеется, глупо предполагать, или что, скорее всего, наверное, его нет. Поэтому к этому аргументу в святоотеческой литературе тоже отношение было не такое однозначно позитивное. Но об этом мы говорили в самом начале, что любое доказательство бытия Бога имеет свою ограниченность. Оно лишь приглашает нас поверить в бытие Бога, но не убеждает окончательно. В религиозной философии, начиная с XVII века, этот аргумент уже приобретает несколько другой характер. Скажем, знаменитый немецкий ученый и философ Готфрид Лейбенец излагая этот аргумент, который он назвал «предустановленной гармонией», пишет о нем как о новом, впервые изложенном аргументе. Хотя, по сути, это наш знакомый старый аргумент от красоты и порядка. Что же нового внес Лейбенец? Почему мы можем говорить, что великий немецкий ученый и философ в какой-то степени преодолел этот субъективизм? А потому что Лейбенец подходит к нему уже с точки зрения математики, с точки зрения физики, указывая на гармонию законов природы, когда различные законы, проявляющиеся в действии различных сил, которые описываются математическими формулами, составляют действительно единое, какое-то красивое пространство, то здесь уже нет места какой-то субъективной оценки. Число убедительнейшим образом показывает, что здесь мы видим гармонию различных сил природы, которые мы можем описать некоторыми формулами. Развитие науки, особенно точной науки, физики, которая описывает явление природы последствием строгих математических формул, привело в конце концов ученых к выводу о, скорее всего, возможности некоторой единой теории, которая объединит в себе все различные силы, все различные взаимодействия, как, например, Фарадей объединил магнитные и электрические силы, сказал, что есть одна электромагнитная сила взаимодействия. Вот так же ученые современные ищут некую единую теорию поля, где будут объединены электромагнитная, гравитационная, сильная и электрослабая взаимодействия уже в микромире. Так что они так же, фактически даже, может быть, и не признавая явно существование Бога, стремятся к той же самой идее, в существовании единой гармонии, единой управляющей силой которая приводит этот мир в порядок. И, в конце концов, в конце XX века эти усилия привели к еще одному аргументу, который очень многих заставил задуматься и сделать вывод, а может быть, действительно этот мир не является плодом случайного хаотичного движения атомов. Речь идет о тонкой настройке Вселенной или, как еще называют его философы, об антропном принципе. Оказывается, не только силы, о которых говорил Лейбниц, но и все фундаментальные константы, такие как заряд электрона, масса электрона, масса протона и нейтрона, гравитационная постоянная, постоянная планка, скорость света и другие фундаментальные свойства имеют ровно такое значение, при котором только и может существовать наш мир. имей, скажем, гравитационная постоянная величину ничтожно меньше своей нынешней или чуть-чуть больше, на очень ничтожно малую величину, скажем, на 10 в минус 20 степени наш мир не возник бы. То есть этот аргумент, о котором еще говорил Цицерон, он опять находит свое подтверждение. Не случайная величина фундаментальных частиц, описывающих предметы, тела нашего мира, а, по всей видимости, результат какого-то очень премудрого замысла. Только так можно объяснить вот такое удивительное совпадение фундаментальных констант, только при котором и возможно существование человека, который в себе имеет почти всю таблицу Менделеева, как все эти элементы могли образоваться, могли соединиться в земле, а затем соединиться в природе человека. Вот этот аргумент поражает многих. Многие физики приходят к выводу о том, что, скорее всего, это результат действительно премудрого замысла. В ХХ веке было произведено еще одно открытие, которое вновь возродило интерес и к другому доказательству бытия Бога, к тому доказательству, которое называется космологическим. Впервые на него обратил внимание еще древнегреческий философ Аристотель, который говорил, что любое тело находится в состоянии покоя. Это его естественное состояние. Если же это тело движется, значит, очевидно, что его привело в движение какое-то другое тело. А другое дело почему движется? Потому что наверняка привело его в движение некое третье тело и так далее. Можем ли мы идти в данном случае до бесконечности? Нет, говорит Аристотель, потому что в таком случае мы просто не объясним, где же причина движения. Мы будем бесконечно идти и повторять, так сказать, миллионное тело приведено в движение, миллион первым, миллиардное тело приведено в движение, миллиард первым и так далее. Значит, надо где-то остановиться. Но если мы просто произвольно остановимся и, скажем, некое тело привело в движение, а само оно не движется, то как так может быть? Это тело, если оно приводит в движение, значит, оно само тоже должно двигаться. Следовательно, его другое тело движет. И опять мы пускаемся в эту бесконечную цепочку. Значит, делает вывод Аристотель, это тело, которое привело в движение всю цепочку, само по себе не движется. А следовательно, оно нематериально. Потому что любое материальное тело всегда обязательно или движется, или может быть приведено в движение. Это Аристотель называет термином неподвижный перводвигатель. Именно он и приводит в движение все тела нашего мира. Отсюда вывод. Если этот неподвижный перводвигатель приводит в движение все тела нашего мира, то какова же сила этого перводвигателя? Конечно же, она огромна. Конечно же, это Бог будут говорить вслед за Аристотелем, потом христианские богословы. Особенно согласен с таким аргументом известный православный богослов, один из величайших отцов церкви, преподобный Иоанн Дамаскин, автор знаменитого догматического труда «Точное изложение православной веры». В самом начале этой работы преподобный Иоанн говорит, что прежде чем говорить о Боге, надо сначала убедиться в его существовании. Посмотрим на окружающий нас мир. Мы видим, что в этом мире все изменяется. А если все изменяется, значит, у этого изменения есть причина. И опять же, рассуждая точно так же, как рассуждал Аристотель, он приходит своим умом к выводу о существовании неизменяемого некоего первоначального существа, которое является причиной движения и изменения всего нашего мира. А что же это, как не Бог, заключает преподобный Иоанн Дамаскин? В XIII веке это рассуждение ляжет в основу знаменитых пяти доказательств Фомы Аквинского. Не будем на них останавливаться подробно. Каждый из вас может открыть любой учебник по истории средневековой философии и увидеть, как же Фома доказывает существование бытия Бога от движения, от причины и следствия, от необходимости и случайности и так далее, от степеней совершенства, от цели полагания. Эти аргументы Фома благоразумно не называет доказательствами, именно по той причине, по которой я уже говорил. Он называет их путями. То есть это тот путь, который может привести человека к вере. Ведь разумнее объяснить движение каким-то движущимся телом, чем признать самостоятельность этого движения. Хотя почему нет, скажет в 17 веке великий итальянский физик Галилео Галилей. Движение относительно. Мы можем сказать, что тело движется, а можем сказать, что оно покоится, в зависимости от той системы координат, системы отчета, которой мы пользуемся. Так что, начиная с 17 века, вроде бы этот аргумент начинает терять свой авторитет. А вот первый аргумент насчет красоты и порядка сохраняет, как мы видим, он гораздо более красив и убедителен. Но в 20 веке аргумент от движения вновь ученые вспоминают. И вспоминают его по поводу знаменитого открытия, сделанного благодаря открытиям Альберта Эйнштейна специальной и общей теории относительности. Речь идет о концепции Большого Взрыва. Оказывается, наша Вселенная не вечна. Оказывается, наша Вселенная существует определенное время, 13,7 миллиарда лет. Конечно, период огромный, но не вечный. А что же явилось причиной возникновения нашей Вселенной? И что привело ее в существование? Оказывается, ничто. Такой парадоксальный вывод делается. Ничто. Или ложный вакуум. Сингулярность. Вот что взорвалось 13,7 миллиарда лет назад. А какова причина, приведшая к взрыву того самого ничто, того самого ложного вакуума? Физики говорят, ну как можно задавать такой вопрос? Как можно говорить о причине взрыва того, чего нет? Ведь, когда мы говорим о причине, то мы всегда говорим о том взаимодействии чего-то с чем-то. А в ложном вакууме, в сингулярности, в точке нет множественности, нет ничего, что с чем бы то ни было взаимодействовало. Поэтому ученый и говорит, мы не можем дать ответ на вопрос, что явилось причиной большого взрыва. Вопрос физически некорректен. Ингредиенты ссылаются на некоторые квантовые флуктуации в ложном вакууме, но это, скорее, слова, которые не могут точно, опираясь на законы природы, объяснить причину возникновения нашего мира. Но если мы исходим из той же самой научной аксиомы, что в нашем мире все взаимосвязано причинно-следственными связями, а именно эта аксиома и лежит в основании этого аргумента космологического, что у всего есть причина, то как мы можем говорить, что у большого взрыва оказывается причины нет? Нет, просто мы говорим, что у него нет причины физической, нет причины естественной, но если без причины ничего не бывает, значит, мы должны, логично рассуждая, сделать вывод о том, что причина этого большого взрыва сверхприродна, значит, она нематериальна, значит, это результат некоего духовного причинного воздействия. и говоря о масштабах нашей Вселенной, огромные метагалактики, включающие, но это невозможно посчитать, потому что ни один астроном не скажет, сколько галактик, потому что мы наблюдаем лишь ничтожно малое число галактик, такой горизонт Вселенной, это бесконечное, это огромное число, какова же должна быть мощность этого взрыва, результатом которого явилась наша огромнейшая Вселенная, тем более, как утверждают ученые, результатом этого взрыва явилось и реликтовое излучение, то есть, говоря иначе, большая часть энергии ушла не в создание вещества, а в просто электромагнитное излучение, то мы понимаем, что сила, которая создала эту Вселенную, она действительно огромна, даже представить ее разумом могущество этой силы невозможно. И вот, соединяя эти аргументы космологического и телеологического плана, мы говорим, что действительно, что наша Вселенная возникла, она имеет огромнейшую причину, а будучи тонко настроенной, эта причина оказывается не хаотична, это не слепой взрыв, а это продуманный, просчитанный, не только в деталях, но и в будущем, времени, во всех этих без малого 14 миллиардах лет просчитано. Значит, эта сила не только всемогущая, но и премудро, ну как тут не сделать более логичный вывод, а о том, что наверняка наш мир сотворен Богом, чем является результатом просто хаотичного движения атомов. В самом начале нашей беседы я сказал, что этот аргумент имеет и далеко идущие последствия, которые мы с вами тоже ощущаем. речь идет о современной науке. Вот обычно многие люди материалистически, атеистически настроенными говорят, что наука возникла потому, что человек перестал заниматься познанием вымышленного божественного мира, а обратился к природе, стал наблюдать за природой, доверять своему наблюдению и таким образом создал современное экспериментальное математическое естествознание. Основателями этого естествознания являются гениальные ученые XVII века Галилей, Декарт, Паскаль, Ньютон, Лебниц и так далее. Но такой вывод был бы крайне наивным, был бы крайне поверхностным, потому что ведь чем отличается наука современного типа от простого наблюдения за природой, которая бытовала еще в античности, в ранние христианские времена. Кстати, в христианстве занятие наукой никогда не осуждалось. Именно во многом благодаря этой фразе апостола Павла, потому что наблюдение за миром оказывается полезно для нас. Наблюдая за миром, мы можем не только удовлетворять наше любопытство, но и сделать вывод о существовании Бога. Вот эта мысль у отцов церкви получила название естественного богословия, или на западе по латыни теология натуралис, как бы отражая в этом термине простую мысль. Есть два способа познания Бога. Откровение, которое дал нам Бог Сам, и мы можем знать о Боге через Священное Писание, через Библию, и природа, наблюдая за которой, мы тоже можем кое-что узнать о Боге. Конечно, в меньшей степени, чем в Библии, но зато гораздо более убедительно и доходчиво. Вот в чем смысл естественного богословия. Или, как потом в начале XVII века скажет Галилей, мы можем говорить о двух книгах, книге Божественного Откровения Библии и книге Божественного Творения. Мы по этой книге Божественного Творения, то есть природе, можем точно также узнать о существовании Бога и о некоторых его свойствах, таких как могущество, премудрость, благость, любовь, существование, единственность Бога. Конечно, мы не можем узнать о воплощении Бога, о Рождестве от Пресвятой Девы, о Троице, это дается только через Библию, но естественное богоопознание тоже приводит нас к выводу о существовании Бога. Почему? А потому, что мы убеждены, что природа прекрасно, природа упорядочена. А этот аргумент, после того, как христианство уже укоренилось в умах европейцев, приводит к обратному выводу. Если мы знаем, что Бог творец мира и Бог премудр, ведь мы знаем, говоря о творении, что непосредственным творцом мира является вторая ипостась, логос, а если мир творит логос, значит, разум по-гречески, значит, в мире есть разумное начало, разумное основание, значит, наш мир разумен, именно поэтому он и упорядочен, а если он упорядочен, то мы должны искать этот порядок в нашем мире. Вот в чём основы возникновения нашей науки. Не просто наблюдать за некоторыми явлениями, констатировать их и просто говорить, зимой бывает снег, а летом бывает гроза и дождь, а почему, какова причина у этих событий. И не просто говоря о причинах, а выводить законы, формулировать их на языке математики, распространять их на эти законы и математические формулы на всю Вселенную. Поэтому современная наука, современное экспериментальное математическое естествознание возникают именно благодаря христианскому учению о творении мира Богом, премудрым Богом, который поэтому и сотворил наш мир премудро. другой причины быть убежденным в существовании законов природы, имеющим строгую математическую природу, которая действует во всей Вселенной, даже в тех галактиках, которые мы даже в принципе не наблюдаем, у нас нет никакого основания, кроме веры в сотворенность этого мира премудрым всемогущим логосом. Подтверждает эту мысль простой факт. В других религиях наука не возникает. Ее не было в античном мире. Там была, конечно же, наука, там были замечательные ученые, врачи, Гиппократ, Гален, физики, Аристотель, Архимед, но современного научного экспериментального естествознания там не было. Как не было его и в исламе, как не было его в индуизме и в других религиях, наука возникает только в христианстве, только благодаря убеждению, что Бог творец этого мира и творит он его премудро. Так что вот такая взаимосвязанность книги Божественного Откровения и книги Божественного Творения с одной стороны она убеждает нас в существовании Бога, если мы видим, что мир прекрасен, а с другой стороны, зная, что мир есть творение Бога, и беря эти знания из Откровения, из Священного Писания, мы делаем вывод о том, как же познавать этот мир, какой должна быть современная наука, которая может правильно, истинно описать явление этого мира. Поэтому я делаю отсюда простой, для меня очень убедительный вывод. Современная наука, прежде всего экспериментальное математическое естествознание, вершиной которого является физика, является истинной, потому что она основана на истинной религии, на истинном познании Бога, на христианстве. Вот таковы последствия простой фразы святого апостола Павла. Давайте еще раз ее прочитаем. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует... Продолжение следует...